Партнер программы Министерство образования и науки Республики Бурятия Официальный спонсор проекта ПАО Промсвязь Банк Всем привет, друзья! Великолепная пятерка – игра районов 12 команд отрядили нам районы Республики Бурятия И сегодня четвертая игра, в которой встречаются Тарбогатайские и Кяхтинские районы нашей любимой республики Поаплодируем обеим командам, пожалуйста Ну что, несколько слов о районах, которыми сегодня представлены команды Тарбогатайский район – это одно из мест компактного проживания старообрядцев в Забайкале В мае 2001 года культура семейских вообще провозглашена ЮНЕСКО Шедевром устного и нематериального наследия человечества Тарбогатайский район – один из самых красивейших в Бурятии И в 2021 он стал лучшим муниципальным образованием с наибольшим вкладом в увеличение продукции агропромышленного комплекса Аплодисменты Тарбогатайскому району Сегодня шли их соперники – это представители Кяхтинского района Но это вообще форпост России на восточном рубеже Транспортные ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион Кяхтинский район называют одним из центров родиной буддизма России Здесь основан первый еще юрточный датсан Кяхтинский район – родина первого хамбаламы Дамына Ржа Заяева Ну а герой Советского Союза Павел Баннов вошел в книгу военных рекордов Как бронебойщик, который подбил шесть тяжелых танков «Тигр» в одном бою Поаплодируем Кяхтинскому району Ну что, представляют районы не только команды И также руководители наших великолепных, я надеюсь, пятерок Давайте их тоже поприветствуем Это Татьяна Георгиевна Слетнева и Светлана Александровна Протасова Руководителям аплодисментов Очень приятно вас сегодня видеть Я надеюсь, что ваши команды тоже готовы и к представлению, и к самой игре Итак, я приглашаю на сцену капитана Тарабагатайского района Анастасию Алимасову Анастасия, ждем вас Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! Как дела? Как настроение? Отлично! Все прекрасно! Вы готовы? Да! Начинаем из капитанского фильтра Надо ли вам объяснять правила? Нет! Нет! Тогда внимание на наш главный экран На котором появляется таблица В этой таблице несколько ячеек Вы вольны выбрать любой 18 Эти вопросы еще не отыграны Номер 18, друзья Номер 18 Это Быки Вот такая неожиданная тема 18 наименований Из них 7 Совершенно точно являются быками А вот кто Давайте определим через полминуты Продолжение следует... Итак, давайте разбираться, что здесь быки, а что совсем не быки. Поехали, друзья. Первое, буйвол. Пропускаю. Второе, ягод. Пропускаю. Ягд, два. Четвертое, бизон. Пропускаю. Три балла. Шестое, зуб. Зубы. Пропускаю. Четыре балла. Девятое, вол. Пропускаю. Пять баллов. Восьмое, бактериан. Пропускаю. Бактериан, зря. Бактериан – это двугорбый верблюд. К быкам, в общем, никакого отношения не имеют. Пять правильных ответов. Это значит, что у команды соперников есть возможность еще два балла заработать. Пробуем. Пять. 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 Гаур. Что еще раз? Гаур. Пять. Пять. Гаур номер пять. Да, верно. И? Еще один. И еще один. Вол. 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 Семь. 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 Акапи. Ну, Акапи – это больше жираф, чем бык. Зебу. Вот Зебу, да. Зебу – это тоже бык. Пять-один, да? Пока пять-один. Довольны с собой? Возвращайтесь к своей команде. Отлично начали. Приглашаем Ивана Перелыгина. Иван – капитан команды, которая представляет Яхтинский район. Что, Иван, думаете по поводу? Восемь. Номер восемь. Это супы. Любите ли вы суп? Записывайте. Ну, наверняка, какой-то из этих вам на обед подавали. Тридцать секунд, друзья. Напишите три, которые точно не супы, а дальше просто контролируйте свою команду. Все, время истекло. Давайте узнаем, какие супы подают в Кьякте. Поехали. Шесть, лагман. Пропускаю. Верно. Восемь, окрошка. Пропускаю. Тоже суп. Че? Три, харчо. Пропускаю. Харчо, верно. Что еще? Гаспачо. Два, шурпа. Пропускаю. Ну, шурпа только, да, тоже нормально, да. Че, гаспачо? Мисосиро. Какого у тебя? Не знаю. Четыре, что ли? Четыре мисосиро. Давай, Ваня. Пропускаю. Пять. Еще два. Давайте, гаспачо. Че, какое? Или нет? Да, семь. Семь, гаспачо. Пропускаю. Шесть. Последний. Это что? Какой супный район, оказывается. Ну, вот если еще седьмой возьмете, вообще будет, конечно, замечательно. Девять чахокбили. Пропускаю. Чахокбили – это рагу из птицы, это не суп. Это не суп. Есть возможность еще один балл заработать. Десять консомы. Абсолютно верно. Только консомы, но, в общем, это не так уж и важно. Правда, друзья? Аплодисменты обеим командам. Прекрасно справились. Возвращайтесь. Нормально, неплохо, хорошо. Как будет дальше, зависит только от вас самих. Собственно, этим мы будем заниматься. Сейчас выбирать темы для предстоящей игры. Первыми я приглашаю кяхтинсов начать выбор. Не-не-не-не, мы соперником? Да, вы соперником. Физика. Физика. Химия. Физика и химия. История. История? Искусство. История и искусство. Математика. Математика. Биология. Математика, биология. И еще по одной теме. Литература. География. И география. Все, темы выбраны. Сейчас команда занимается тем, что распределяет игроков. Или можете отвечать самостоятельно, то есть всей командой, или кого-то делегировать ко мне сюда. В общем, буквально пару минут и продолжаем игру, друзья. Партнер программы «Великолепная пятерка» – Банк ВТБ. Итак, Тимур Дроздов. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Поиграем в физику? Давайте. Давайте. Значит, смотрите, я предлагаю вопросы. Если отвечаете правильно – 6 баллов. Вам, вашей команде. Если отвечаете неправильно – ну, ничего, соответственно. Ничего вам за это не будет. Даже двойку не поставим. Значит, внимание на экран. Табличка появляется. Она уже… Ну, вот раз, два, три раза мы сыграли уже в этом сезоне. Не пойдем далеко, пускай будет восемь. Навстречу друг другу по рельсам движутся два одинаковых вагона массой М каждый. Скорость первого вагона – 3В, а второго – В. После столкновения вагоны сцепляются между собой. Как изменится после столкновения полный суммарный импульс вагонов и модуль скорости сцепившихся вагонов? По сравнению с В. Не изменится – не изменится. Не изменится – увеличится. Не изменится – уменьшится. Увеличится – увеличится. Справитесь самостоятельно? Не думаю. Так, что я могу для вас сделать? Я могу убрать один неправильный ответ. Давайте. Ну, а тогда два балла уберу. А вот теперь время пошло. Итак, как изменится полный импульс и модуль скорости? Итак, ну тут, в общем, если вы узнаете, то надо угадывать. Пускай будет второе. Не изменится – увеличится. То есть полный импульс не изменится? Скорость увеличится. А скорость увеличится. Пускай будет так. То, что полный импульс не изменится – это уже известно. Это известно, да. Это правильный ответ. А скорость вы считаете… Увеличится. Увеличится. Да. Да? Да. А скорость… Уменьшится. Скорость не увеличится точно. Уменьшится. А вот что с ней случится, давай спросим у твоих друзей-конкурентов. Уменьшится. Вы считаете, что уменьшится. А ты как думаешь? Не знаю, что никто не будет. Пускай будет уменьшиться. Не изменится. Импульс не изменится. И скорость тоже не изменится. Первый вариант был правильным. Первый вариант. Не удалось ни одной команде ответить на этот вопрос. Но вот, собственно, решение перед глазами. Тимуру нужно же поаплодировать, как вы считаете? Зарядим его. А мы тем временем приглашаем Анастасию Жарникову. Анастасия выходит и начинает мощнейше играть вопросы по химии. Будет у нас с вами химия, Настя? Да. Будет химия. Итак... А Блиц? Что Блиц? Ты берешь Блиц? Да. Подожди, ты мне только сказал, что это будет химия. Я уже настроился. Ну ладно, имеешь право. Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать можно. Двенадцать можно. Дом. Бывала ты когда-нибудь дома? Да. Ну когда-то бывала. А вот скажите, Анастасия, вы живете в квартире или... В частном доме? В частном доме. Ну вот, может, вам от этого полегче будет. Потому что, в общем, все вокруг да около этого. Готовы? Да. Правила Блица знаете? Нет. Тогда расскажу. Тринадцать вопросов. Ровно одна минута. Если вы не знаете, говорите дальше. Я задаю следующий вопрос. Если мы успеем, мы вернемся к этому. Отвечайте громко. Это важно, чтобы я вас услышал и не переспрашивала. Готовы? Да. Минута пошла. Обустроенный для жилья чердак в доме с покатой крышей. Как называется? Мансард. Верно. Из чего строят иглу? Из льда. Временный дом гусеницы перед стадией бабочки. Кокон. Верно. Зимний вид спорта, где камни загоняют в дом. Кёрлинг. Верно. Дух жилья у славян. Дух жилья. Домовой. Как? Домовой. Верно. Резные дверцы на окнах деревенского дома. Ставни. Верно. По известному стихотворению, это зерно хранится в чуламе, который построил... Сарай. Какое зерно? Ой. Дальше. Входная нежилая часть русской избы. Дальше. Российское реалити-шоу самое продолжительное в истории телевидения. Дальше. Ну, в смысле? Дом 2. Дом 2, да. Английская поговорка. Мой дом, моя... Крепость. Верно. Кто разрушил сказочное общежитие животных? Волк. Нет, не волк. Ветер. Малоквартирный дом коттеджного типа с отдельным двором для каждой квартиры. Как называется малоквартирный дом? Дальше. Каменный, без фундамента, дом горцев Кавказа. Аул? Как? Аул? Нет, не аул. Аул это вот типа поселок. А дом называется... Сакля. Сакля, конечно, да. Значит, смотри. Мансарда. Иглу строят из снега. Кокон, керлинг, домовой ставни. Верно. Зернок, который хранится в доме, который построил Джек, это пшеница. Сени. Дом 2. Мой дом, моя крепость. Теремок. Кто у нас разрушил-то? Волк, что ли? Медведь же. Медведь. А малоквартирный дом коттеджного типа, это таунхаус. И Сакля, это, в общем-то, каменный дом для горцев Кавказа. Молодец. По-моему, отличный справедливый. Вот Анастасия, конечно. По химии всего бы максимум 6 баллов бы набрала. Отличный сыграл, а пока, если я правильно понимаю, это лучший блиц за весь чемпионат. Молодец, Настя. Искусство и история, но это будет дальше, в следующем раунде. Поехали. Какие эмоции? 7 правильных ответов. В этом сезоне самый лучший блиц. Что? Нормально, все хорошо. Ну, 7. 7. Я рада. И значит так. У нас вопрос из области искусства. Команда из Киакты будет отвечать все вместе, решили, да? Не доверяете никому? Или вы все такие искусствоведы, что решили, что выбрать вам будет сложно? Значит, ну, искусство не частый гость в нашем чемпионате, поэтому вопросов будет много интересных. 10. В балете эту часть спектакля называют вариациями. А в опере? Так, вариация отсутствует. Подсказки нужны? Или сами? Раз, два, три. Подсказка. Нужна подсказка, да? Уверены? Да. Бывают мужские и женские. Как называется в опере то, что в балете называют вариацией? Вариация – это отсыл вариант. Значит, там тоже что-то как-то меняется. Бывали вы когда-нибудь на балете или на опере? Да. Бывали. А хотя нет. Не все, да? Но кто-то бывал. Так вот, в балете эту часть спектакля называют вариациями, а в опере эту часть называют как? Овации. Как? Овации. Овации. Это вот то, что после спектакля, вот эти аплодисменты, да? А почему в балете нельзя овациями назвать? Как будто нет, да? Как будто неправильно. Как будто неправильно. Друзья мои, есть что-то альтернативное, альтернативное мнение. Можно заработать. Мы думаем то, что это хор. Хор? Да. Вот знаете, в чем, как бы, смех? В том, что ровно наоборот, это не хор, это сольное исполнение, это арии. Вот в опере они называются ариями, а в балете, когда отдельно танцует человек, это называется вариацией. Ну вот, теперь вы знаете, теперь приходите в театр, в опере, балет и говорите, о, вариации, арии, класс, разобрались. Так, ну что, вновь Анастасия. Анастасия, как говорил герой Боярска, Анастасия, звезда моя, вопросы. Только вы будете выходить от вашей команды или нет, или еще кто-нибудь потом тоже будет, да? Будут, будут. Все, ну мне, мне, в общем-то, и вас достаточно. История, несколько вопросов по истории. Девять. Анна Иоанновна стала второй правящей императрицей России. Ее призвал на царство тайный совет, поскольку мужская линия Романовых на тот момент прервалась. А кем она приходилась Петру Великому? Анна Иоанновна. Итак, кем? Можно подсказку? Уверен, что она тебе нужна? Вот как-то нет у меня уверенности. Ну ладно, не надо. Сама? Давай. Кем приходилась она Петру Первому? Анна Иоанновна. Петру Великим. Итак, Петр Первый, а потом, значит, на трон входит Анна Иоанновна. И вот кем она была Петру? Помнишь или нет родословную Романовых? Правнучка. Кем? Правнучка. Правнучка. Пытаясь древо вспомнить, правнучка. Я и не вспомню. Нет, Настя, никакая она не правнучка, конечно. Неправнучка. А кто Анна Иоанновна Петру Первому? Тетя? Нет, не тетя, конечно. А вот опять наоборот. Если не тетя, то кто? Племянница. Племянница, да. Она дочь Иоанна Пятого Алексеевича. Брата, да? Брат Петра же был, Иоанн Алексеевич. Брат Петра. А Анна Иоанновна, конечно, была его племянницей. Настя, присаживайся, пожалуйста. Увы, ах. Но и так бывает. И так бывает в нашей игре. Мы вот где-то учитель не доработал, ученик не услышал. А мы этот пробел закрыли. Все, теперь ребята прекрасно все знают. Ну что, продолжаем следующий раунд. Дальше математика, биология. Поехали. Так, собственно, я и обыщал ранее. Математика с Тимуром Дроздовым. Снова? Да. Неплохая программа получилась. Математика с Тимуром Дроздовым. Значит, Тимур, ну давай, что там? Есть таблица какая-нибудь? Какая-нибудь таблица есть у вас? Есть. Пускай будет снова 8. Посмотрим. Часы лежат на столе циферблатом вверх. Минутная стрелка сейчас указывает на северо-восток. Через сколько минут она укажет на северо-запад? Через сколько минут? Справишься? Наверное. Везде. Думай. Продолжение следует... Через 40 минут. Через сколько? 40. Через 40? Через 40 минут. Нет, не через 40. Нет, не через 40. Нет, не через 40. Не через 40! Через сколько? 45. Ну, через 45, конечно. Конечно. 45 как будто правильный ответ. Она указывается. Ну давай разбираться. Северо-восток. Да. Северо-восток 10 минут. Угол между северо-востоком и севером-западом 90 градусов. Или 1 четвертая циферблата. Если двигаться по ходу минут на стрелке, то 3 четвертых циферблата. Хорошо. То есть 45 минут. Понял, где ошибка? Ну ладно. Ничего, Тимон. Аплодируем тебе. Так. Биология. Готовы? Команды. Все вместе. Не переживай. Все. Поплыла. Биология. Номер 8. Номер 8? Экземпляры этого древесного растения достигают более 110 метров, что делает его самым высоким на планете. Назовите, пожалуйста, это растение. Там что-то в Амельке на АЭС. Сами, сами, сами. Сами, сами. Там что-то в Амельке на АЭС. Более 110 метров. Представляете себе, какое растение? Ужас. Ужас. Саквай. 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 Я не помню, как он назвал. Бамбук этого трава. Итак, древесное растение высотой 110 метров и больше даже есть. Саквай. Так, давай вот сейчас соберись и по буквам. С-А-К-В-А-И. Тогда неправильно. Саквай. Саквай. Не Саквай, а Саквай. Реабилитировался, Тимур. Аплодисменты. Ой, война немцы, конечно. Все, друзья, на этом стоп. Давайте. Едем дальше. Два раза не удалось ответить верно на вопросы. И? Ну вот, какие эмоции? Никаких. У меня все равно. Все равно? Все равно. Ошибся, ошибся. Ошибки всегда случаются. Партнеры программы «Великолепная пятерка» Министерства образования и науки Республики Бурятия, а также ПАО «Промсвязьбанк». Уникальный персонаж передо мной – Аюр Буинтуев. Аюр, здравствуйте. Здравствуйте. В каком классе вы учитесь? В седьмом. В седьмом классе. Неужели во всей вашей школе не оказалась географа постарше? Интересуюсь я. Команда из кяхты. Ну, что делать? В седьмом, значит, в седьмом. Но знания мы твои проверяем на уровне десятиклассника. Ты понимаешь, да? Да. Давайте поаплодируем Аюру. Это тебе авансом. Значит, выбирай, пожалуйста. Сейчас появится табличка. Давай. Девятый. Номер девять. Самый высокий водопад в мире – Анхель. Его высота около одного километра. Он находится в штате Боливар. А вот в какой стране? Итак, справишься сам или нужна подсказка? Подсказка. Значит, смотри. Подсказка такая. Эта страна владеет самыми большими в мире запасами нефти. Думай 30 секунд. Эта страна владеет самыми большими запасами нефти в мире сейчас. И вот этот водопад Анхель, он как раз в этой стране и находится. Аюрчик, ну что, получилось у тебя что-нибудь? Я считаю, что это Венесуэл. А что вы молчите, друзья мои? Браво, мой юный друг. Занимайте свои места. Ну не знаю, если семиклассники в кяхте такие, то... Что там у них в восьмом тогда творится? Венесуэла. Молодец. Полина Антонова. Полиночка, ждем вас. Полин, вы знали про Венесуэлу? Нет. Вот и я о чем, собственно. Но, может, Аюр хуже разбирается в литературе. Блиц. А, не будет никакой литературы, да? Дайте Блиц ребенку, пожалуйста. Цифра 3. Ну, значит, главный искусствовед Нижней Савентуйской средней школы... Не особо. Не хороните себя заранее. Итак, 13 вопросов. Одна минута. Отвечайте громко. Если не знаете, говорите дальше. Готово? Да. Поехали. Какую оценку получил мальчик в знаменитой картине Решетникова? 4. Нет. Как звали принца датского у Шекспира? Дальше. Главная награда Каннского фестиваля? Дальше. Чье имя носит русский драматический театр в Улан-Удэ? Хацана Мусараева. В каком музее находится Венера Милоссская? Дальше. Шпрекшталмейстер – это ведущий. А где? Дальше. По аналогии с Голливудом, центр индийского кино называется... Ну, как Голливуд, только... Дальше. Мифический крылатый конь, любимец мус. Крылатый конь, как называется? Пегас. Да! Саундтреком немых фильмов была живая музыка. Как называли пианистов, которые ее исполняли? Дальше. Главное здание музейного комплекса «Эрмитаж» как называется? Главное здание. Куда матросы урвали. С кайфом. Как? Не знаю. Одинокий балл за Пегаса. Ну, сложновато было, да? Итак, какую оценку получил мальчик в знаменитой картине Решетникова? Опять? Двойка. Опять двойка она называется. Как звали принца датского Шекспира? Никто не знает. Гамлет. Главная награда Каннского фестиваля «Пальмовая ведь». Русский драмтеатр носит имя Николая Бестужева. Венера Миловская находится в Лувре. Шпрекшталмейстер – это ведущий в цирке. По аналогии с Голливудом индийское кино называют «Болливуд». Мифический крылатый конь – Пегас. Пианистов называли «Топеры». Второй музейный комплекс «Эрмитаж» называется «Зимний дворец». Вот такие дела, Полина. Едем дальше. Следующий раунд. Аплодисменты обеим командам. Ты учишься в седьмом классе и так легко ответил на вопрос про Венциалу. Как тебе это удалось? Какие эмоции? Ну, я очень счастлива, что это получилось. Ну, а так я просто много чего изучаю в свободное время. Таким образом, я узнал ответ на то, в какой стране преобладает количество нефти в мировом нужде. Мы благодарим за помощь в подготовке этого раунда ПАО «Промсвязьбанк» и личное заместитель регионального директора Николая Мажарова, который, собственно, и озвучивает вопросы. Перед нами Антон Рассадин. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, выбирайте вопрос, который для вас лично замдиректора и произнесет. Близ, второй раз нельзя, да? Ой, ах, тем более на финансовом раунде. Хорошо, ну давайте 20. 20-й вопрос, пожалуйста. Предлагаем сыграть в игру «Найдите лишнее». Какое из трех названий на экране лишнее в логическом ряду? Первое – «Мир». Второе – «Пейпас». И третье – «Юнион Пэй». «Мир», «Пейпас», «Юнион Пэй». Что лишнее? Через 30 секунд. Демократно. «Пейпас». «Пейпас». «Дтия» «Мир». «Пейпас». «Пейпас». «Б neighbourhood». «Бандумcoat». «Пейпас». «Бандум Entertain». «Мир любовь, пом Надеюсь». «Овkруж Ap ziet». «Bандум детей». «Бандум comprend». Ну что ж, третья, UnionPay. Вы считаете, что UnionPay это лишнее, а Мира PayPass это какой-то один логический ряд? Да. Правильно я вас понял? Да. UnionPay. Давайте дадим возможность команде соперника тоже свой вариант предложить. Вы считаете PayPass? UnionPayPayPass. Давайте послушаем Николая Мажарова, что же правильно. В этой логической цепочке лишним будет PayPass, так как это система бесконтактных платежей, остальное платежные системы. PayPass, да, это система бесконтактных платежей, а все остальное это платежные системы. Ну что ж, ну не повезло в этот раз. Антон, присаживайтесь. Давайте пригласим Ивана Перелыгина. Иван, много уже. Про PayPass вы изначально знали или просто угадали? Ну я догадывался. Догадывался. Ну давайте догадаемся еще раз, еще заработаем баллы. Пожалуйста. 10. Номер 10. Вопрос от Николая Мажарова. Вы открыли вклад с капитализацией и положили 100 тысяч рублей под 10% годовых. Периодичность капитализации раз в год. Сколько денег банк выплатит вам на второй год? Первое. 20 тысяч рублей. Второе. 10 тысяч рублей. И третье. 11 тысяч рублей. Время на обдумывание. Итак, что ж получилось? Ответ 3. 11 тысяч рублей. Капитализация процентов по вкладу предполагает прибавление начисленных процентов к основной сумме вклада. После чего начисление процентов происходит на увеличенный остаток. Именно поэтому во второй год ваш доход от вложения будет больше, чем в первый. И составит 11 тысяч рублей. 11 тысяч рублей. Молодец. Молодец. Финансово, грамотно и подкованный Иван Перелыгин дважды приносит очки своей команды. Это замечательно. Продолжаем дальше, друзья. Дальше у нас история бурятской культуры. Посмотрим, проверим, узнаем. Поехали. Друзья, мы благодарим Министерство науки и образования за помощь в подготовке этого раунда. Бурятская культура первыми начинает... Вот, выбирайте, пожалуйста. 16. Номер 16. В 1995 году отмечалось тысячелетие эпоса ГСР. Выделяют три его версии. Кроме бурятской, это монгольская и... Вот еще какая-то третья версия. Надо вот сказать, какая третья. Подсказку можно? Ну, если хотите, могу дать. Спасибо. Даю. ГСР распространен среди народов от Амура до Алтая и от Байкала до Гималаев. Вот, может быть, это вам поможет понять, какая третья версия ГСР. Время. Ну да, видите, но еще там есть Тибет и Бутан. Еще там есть два. Развязь их нужно. Тибет и Бутан. Тибет и Бутан. Итак, бурятская, монгольская и... Тибетская. И тибетская. И это правильный ответ. Молодцы. Бурятская, монгольская и тибетская. Еще выделяют тибетскую версию. Друзья мои, «Бурятская культура» для вас? Десять. Номер десять. В фойе бурятского драматического театра оформлено панно на родине ГСР. Кто автор этой картины? Подсказки, видимо, нужны. Да. Дайте, пожалуйста, на экран. Церинжаб Сампилов, Алла Цыбикова, Любовь Ачирова, Хасан Амсараев. Ну, не знаю, помогло вам это или нет, но думайте, пожалуйста. Автор. Панно на родине ГСР. Панно на родине ГСР. Номер один циринджаб Сампилов. Циринджаб Сампилов совершенно точно этого не делал. Совершенно точно этого не делал. Как и двое каких-то других. А вот один кто-то делал. Хасан Амсараев. Ну, конечно, нет. Нет. Какой это не Хасан Амсараев. Заслуженная художница России и Бурятии прекрасно Алла Цыбикова это сделала. Это имя должно остаться в вашей памяти. Алла Цыбикова. Итак, друзья, финальный раунд на скорость. Финальная возможность набрать очки в этом раунде. Аплодисменты обеим командам. Скажите, пожалуйста, вот ваша команда все-таки отстает. С чем это связано? Ну, думаю, что они просто волнуются. Переживают, волнуются. Все-таки впервые в съемках принимают участие. Конечно, ребята очень талантливые, интеллектуально развитые. Поэтому, ну, еще есть возможность немножко... Верим, надеюсь. Да, конечно, кулачки держим. Финальный раунд на скорость. Значит, ну, пока довольно уверенно себя чувствует команда из Кяхты. Ребята, я хочу обратиться к вам. В финальном раунде надо набрать максимальное количество очков, чтобы быть повыше финальной таблицы. Прошлая игра, кстати, показала, что это вполне себе возможно. И команда отставала, а потом в финальном раунде догнала. Значит, вы имеете право первыми определить, с какой темы мы, собственно, и начнем. Сейчас появится на экране главная таблица. Вот, домашние кошки, братья Гримм и ягоды. Ягоды 2. Ягоды 2. Эту ягоду чаще всего используют в десертах бурятской кухни. Какую ягоду? Чаще всего используют в десертах бурятской кухни. Ну, какая ягода? Смородина. Нет. Малина. И не малина. Черемуха, правильный ответ. Продолжаем дальше. Выбирайте. Домашние кошки 2. Домашние кошки 2. Страна проживания сиамских кошек. Происхождение. Таиланд. Таиланд, верно. Правильный ответ заработали. Молодец. Продолжайте. Домашние кошки 3. Домашние кошки 3. Самая крупная порода домашних кошек. Время. Мейн-кун. Мейн-кун, верно. Синий ответили. Продолжаем. Домашние кошки 1. Полное название породы. Русская. Голубая. Голубая. Молодец. Абсолютно верно. Синий. Пока. Пока отвечают кягтинсы. Выбирайте. Ягоды 3. Ягоды 3. Да. Эту северную ягоду подавали к царскому столу, а Пушкин любил ее настолько, что просил принести даже перед смертью. Время. Время. Что Пушкин любил и просил принести даже перед смертью. Итак. Калина. Нет. Малина. Нет. Ни калина, ни малина. Это морожка. Прошу вас, продолжайте. Ягоды 1. Ягоды 1. Самая большая ягода в России. Время. Арбуз. Арбуз. Верно. Нижний саймпуль. Красные справились наконец-то. Ребята, выбирайте. Братья Гримм 2. Братья Гримм 2. Из какого города были знаменитые музыканты? Бременские музыканты. Бременские музыканты. Бремен, соответственно. Опять красные. Продолжаем. Братья Гримм 3. Братья Гримм 3. Профессия храбреца, убившего семерых одним ударом. Время. Портной. Портной. Портняшка считается. Ну и... Время 1. Сколько козлят съел волк? Сколько козлят съел волк? Сжимай сколько? 7. 7? Ну не 7, конечно. 6. 6 козлят съел волк. Одного-то он не съел, получается. Вот то, о чем я говорил. 7-6. 7-6. В этом раунде победу одерживает команда из Нижней Саентуи. 40-18 в этой игре победу одержит команда из Кяхтинской средней школы номер 4. Аплодисменты. Ну что, в финальном раунде набрали приличное количество очков и тоже погружаются пока в ожидания команда Нижней Саентуиской средней школы. Друзья, мы увидимся с вами ровно через неделю на пятой игре сезона Игры районов. Я Валерий Скосырский. Всем пока. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...